Более полугода еще остается до всенародного праздника – 75-летия Великой Победы. В преддверии этой знаменательной даты очень многое делается на Кубани и в нашем районе для того, чтобы не дать забыть о бессмертном подвиге солдат-освободителей, воспитать подрастающие поколения в духе уважения к нашей славной истории и беззаветной любви к Родине. Мы побывали на торжественном митинге в восьмой школе, посвященном открытию мемориальной доски в память о полном кавалерии Ордена Славы Александре Галустовиче Алафердове. Рожденный в простой крестьянской семье, он до войны работал слесарем, очень любил спорт. Все это пригодилось ему в годы Великой Отечественной войны. Он много раз в ходе боевых действий проявлял мужество и героизм, за что и был награжден высокими государственными наградами. В памяти своих детей и внуков он остался очень добрым человеком, прекрасным семьянином. Мне он помог учиться, семью создать и помогал до последней минуты. Я благодарна ему, что у меня такой отец. Дедушка мой был человеком с большой буквы. Он всегда оставался человечным по отношению ко всем. По отношению к молодым, к старикам, уважительным очень был. Он выступал на дне города, он был почетным жителем города. Знал наизусть всего Василия Теркина. Он рассказывал нам, детьми, когда мы были, очень много интересных историй из своей жизни. Но про войну рассказывать не любил. В моей памяти дедушка остался таким большим, добрым. Фронтовик и в мирное время сумел проявить себя с самой положительной стороны. Он отлично трудился, вел большую патриотическую работу с юношеством. Когда ученику, учащиеся школы принимали пионеры, он был почетным пионером. Каждый год. Это уже выйдя на пенсию. И так до последнего дня он все время держал связь со школой, с молодежью, помогал все. Все вечера, которые проводили в школе, он посещал. Он вел большую патриотическую работу. И ребята до сих пор помнят, те, которые уже выпущены, которым уже по 70, они помнят. Имя полного кавалера Ордена Славы было присвоено восьмой школе. Здесь решили увековечить его память, открыв мемориальную доску. На торжественной линейке к учащимся обратились и директор школы, и приглашенные почетные гости, еще раз напомнив о том, какой ценой было завоевано счастье. Александр Гаустович Аллаферда внес личный вклад в победу над фашизмом. Вы знаете, есть такая поговорка, война начинается тогда, когда поколение будущее забывает о делах прошедших. Поэтому я желаю всем в этот знаменательный день гордо нести имя Александра Гаустовича Аллафердова. Это очень, очень почетное звание. Мне очень приятно, что имени моего дедушки на зоне школы. Он достойный человек, жизнь свою прожил достойно. Было в его жизни место и трудовым подвигом, и боевым. Но он всегда оставался чистым и верен себе, родине. После минуты молчания, когда все собравшиеся почтили память павших солдат и офицеров, мемориальная доска была открыта директором школы и дочерью героя. Затем состоялось возложение цветов. Теперь светлое имя полного кавалера Ордена Славы будет еще крепче связано со школой и поселком Садовым. Мы очень чтим память Александра Гаустовича Аллафердова. Мы очень рады, что открылась сегодня мемориальная доска. Мы помним все его подвиги. Мы гордимся, что у нас был такой человек, который защищал нашу страну. Александр Гаустович Аллафердов для всей нашей школы является примером. Мне было очень приятно, что я сегодня возлагал цветы к его мемориальной доске. Более чем три четверти века прошло уже со времени освобождения Кубани. Но память о подвиге живет в юных сердцах. Учащиеся школы, добиваясь хороших результатов в учебе и общественной работе, очень постараются быть достойными памяти своего героя-земляка. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.